Добрый вечер! Стартует информационный вечер с Алексеем Лихманом. Работаем по известному плану. Восемь вечера подробности. Девять. Чёрное зеркало. Начинаем. Наварная НДС. СБУ пришла с громкими обвинениями в государственную фискальную службу. Угольный десант. Как много депутатов от Самопомичи добрались до блокпоста на Востоке. Туалетный ревизор. Ляшко обещает вскрыть канализационные нарывы парламента. Аппетиты налоговиков никакими реформами не перебить. Сегодня поймались на схеме в десятки миллионов гривен. Коррупционеров в фискальной службе разоблачили сотрудники службы безопасности. По информации пресс-службы СБУ, чиновники из офиса крупных налогоплательщиков ГФС систематически требовали взятки с бизнесменов за то, что не будут препятствовать возмещению НДС. В качестве посредников привлекали бывших правоохранителей. Разоблачили фискалов во время вымогательства 70 миллионов гривен за возвращение из бюджета 300 миллионов налога. Посредников и сообщников взяли на горячем при получении первой части взятки. Готов сотрудничать со следствием и в прокуратуру на допрос явился без повестки. Сегодня нардеп Андрей Артеменко дал следствию свои объяснения по так называемому мирному плану. Суть которого, напомню, проведение общеукраинского референдума о передаче Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет. После допроса Артеменко заявил, стал заложником войны между американской либерально-демократической прессой и администрацией президента США Дональда Трампа. В прокуратуре обещают во всем разобраться. Уже возбудили уголовное производство по статье госизмена. Артеменко пока допрашивали как свидетеля. Про будь-яку подозру пока никто не каже. На данный час проверяется информация, яка наявна, засоб массовой информации. Тому про подозру пана Артеменко никто еще не поведомлял. Я дав все показы в качестве свидетеля. Я объяснил, где, как, при каких обстоятельствах произошла эта встреча в готеле в Манхеттене в Нью-Йорке. Про что шла мова и какие именно инициативы мы обговорили. Позавчора вышла вторая статья Нью-Йорк Таймс, которая вспоминала именно про мои мирные инициативы. Где фактически спростовывалась попередняя информация, что Артеменко передав какой-то документ, какой-то план Майклу Фліну. Я уверен, что с этой стороны следствия, и с моего боку, после выхода второй статьи, больше вопросов не будет. Артеменко также сообщил, что в понедельник его пригласили еще на одну беседу с сотрудниками прокуратуры. К теперь страстям вокруг Алексея Гончаренко. Второй день в экспертной среде и в соцсетях идет обсуждение. Действительно ли злоумышленники пытались похитить народного депутата? Или все же это было инсценировано? Почему у общества такое неоднозначное отношение к этому скандалу и другие его подробности? Далее в материале наших корреспондентов. Это видео вчера попало в интернет. Александр Кушнарев, депутат Лиманского райсовета Одесской области, якобы обсуждает с сообщниками, как похитят Алексея Гончаренко и что с ним будут делать. А то, что я ему сделал, еще никто не умеет. А мы с ним поехали, все. 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 Что, мама? Хватит. Помимо Кушнарева вчера задержали еще двоих человек. Все находятся в СИЗО. Сегодня им объявили о подозрении. Сам герой истории сегодня в Верховной Раде уверял, его хотели искалечить. Их мотив это террористический акт, акт запугивания. То есть они как антиукраинское подполье такое. Все они способны украсть народного депутата, общественно-политического деятеля, обезобразить его. Они же не хотели меня убивать. Они хотели искалечить, обезобразить и выкинуть. И это такой акт террора, который они планировали. Правда, на саму историю с похищением Гончаренко многие отреагировали весьма скептически. Еще не успела появиться информация, что депутат жив-здоров, а соцсети уже заполнили саркастичные комментарии. И так реагировало большинство. На ведомий выкрали Гончаренко. Штази, Мещисть, ФСБ, Бонд, как думаете? Чем же вызвано такое ироничное отношение к, казалось бы, серьезному происшествию? Политологи предлагают вспомнить карьерный путь народного депутата. И так 2009-й. Гончаренко – молодое лицо партии регионов. Яростно борется за русский язык и пугает избирателей националистами. Позволили прийти к власти националистам. Оранжевым, которые… или ржавым, я не знаю, как правильно это назвать, но которые разъедают нас. Мы идем на эти выборы и на это испытание вместе с нашим лидером – Виктором Януковичем. А вот весна 2014-го. Гончаренко резко будто прозрел. И Янукович уже не тот и за национальную идею готов бороться. Избиратели тогда обвинили Гончаренко в предательстве. А он, будто учуя в тренд, продолжал эпатировать публику. То в зале Совета Европы появится в неожиданном виде, то его арестуют в Москве за участие в марше памяти Бориса Немцова, то разрисуют фрагмент берлинской стены возле посольства ФРГ, чем вызовет международный скандал. И вот свежая новость. На раскрутку 700 тысяч долларов одолжил ему тесть, который работал в «Газпроме» водителем. Сам по себе образ конкретно вот этого народного депутата, он далеко не позитивный. Поэтому, когда вот так вот сразу, ни с того ни с сего, вот этот сюжет о похищении, оно, естественно, вызывает сразу, естественным образом простого гражданина, сомнения в правдивости. А не является ли это каким-то пиар-ходом для того, чтобы привлечь к себе внимание? Эксперты говорят, поведение на грани фола, конечно, приумножило количество упоминаний в СМИ, но в то же время политическое флюгерство, которым отличается Гончаренко, и нарочитая игра на публику заметно подкосили рейтинги. Поэтому вот зловтечная такая реакция в многих социальных мережах. Это чисто такое психологическое явление, когда много кто, после того, как поменял свою политическую ориентацию, хочет быть святейше Папы Римского, хочет быть найпатриотичнейшим патриотом, потому что у них за спиной в биографии были какие-то антипатриотичные акции и антипатриотичная позиция. Меру пресечения задержанным должны избрать в понедельник. Но в Одесской региональной организации оппозиционного блока уже заявили, инсценировка с похищением Гончаренко и обвинение в адрес Александра Кушнарева – это спланированная политическая провокация. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Несмотря на пятницу, жизнь в парламенте бурлила. Правда, деятельность главного законодательного органа напоминала больше цирк. Сегодня в Раде почекун, секс-скандал и даже непристойные анекдоты. Чем занимались народные избранники в последний день перед двухнедельным перерывом, посмотрите в сюжете. На самом деле вдвое меньше. В полупустом зале Масовку сегодня создавал новый гость – Почекун. Мем, которого в зал принес нардеп Борислав Береза, как бы намекал. Ждет работы от депутатов, реформ и изменений к лучшему. Вы знаете, премьер на себе премьерское место, оно ему не понравилось, такое незручное. Потом пошел за трибуну, хотел выступить, но ему не дали слово. Но депутаты высказывают надеяние, что ему не будет тут места, потому что рано или поздно в сессийной зале начнется действительно работа. Спустя пару минут в премьерском кресле уже Владимир Гройсман. Он отвечал на вопросы депутатов вместо отсутствующих профильных министров. На сегодняшний день в лекарню поступило лишь 8% от 4 миллиардов гривен за 2016 год. Медикаментов нет, но министр сказал, что все деньги, выведенные за кордон, они находятся в банках и на них нараховываются процедуры. Мы подготовим вам звитку по международной закупке. И в этих международных закупках вы увидите все, что уже было закуплено, все, что было поставлено. Министр энергетики в который раз рассказывал, зачем вели чрезвычайное положение. Но нардепов больше интересовала кадровая политика в ведомстве. А именно недавнее назначение замминистра 27-летней Натальи Бойко. Молодость – это хорошо, но есть опыт у тех людей, которых вы предназначаете? Я бы хотел, чтобы с этого привода назначения заступника Натальи Бойко, заступника по евроинтеграции, дав ответ Александр Рябчич, народный депутат. Пані Наталью я знаю как член комитета с позитивной стороны. Я бы большинство из этой кандидатуры говорил про проблему сексизму, который есть в нашем парламенте, в нашем уряде. Более эмоционально о проблеме сексизма высказался премьер. Ну, какой сексизм в украинском уряде? У нас, подивите, какой склад уряду прекрасный. Секс-скандал по АУТИ, министры разошлись и зал опустел. Вопрос поставок угля и энергетической независимости, который так бурно обсуждали всю неделю, не решили. Кто-то сетовал на правительство, кто-то на отсутствие большинства. Коалиция сегодня не имеет права на исцеление, ее просто не имеет. Они всегда доручаются поддержками некоторых фракций. А в коалиции кивают на щепенцев. Мол, виной всему безответственность самопомощи, которая в полном составе уехала на Донбасс, чтобы присоединиться к участникам торговой блокады. Я считаю, что самопомощь приехала туда, чтобы делать снова пиар. Я хотел бы, чтобы они больше работали в зале Верховной Рады Украины. Такую работу в сессионном зале решили не поддерживать оппозиционеры. В Раду приходят, но не голосуют. Мы приняли на фракции решение, кроме законов, которые имеют социальное значение, не поддерживать политических законов, которые сегодня, на жаль, доминуют парламентом. Потому что это просто отвлекание внимания общества на имитацию работы парламента. А на самом деле люди, мы видим, что это хотят абсолютно других вещей. Они хотят мира, они хотят решения экономических вопросов, а этим парламент не занимается. Ревень доверия парламента 4%. А вот лидер радикала Валик Ряшко, фракция которого после подписания декларации единства уже почти в коалиции, в пустом зале перед закрытием примерял на себя роль спикера. Записал видео обращение и выложил на фейсбуке. С анекдотом о работе депутатов, без тени смущения, украсив его отборным матом. Заходы прибирались в туалет Верховной Рады. А там унитазы нахуй, нахуй, парламентский туалет. Бардак полный, в сердцах прибирает и говорит, я мать не хай, блядь, они своим курицем не умеют, а они державой хотят керувати. Вот я хочу, чтобы они научились и хе своим керувати, и державой керувати. А если они умеют скорочевать киеви, мать, и приводить тех, кто умеет и державой керувати, и всем другим керувати. На такой оптимистической ноте заседание закрыли и ушли снова отдыхать на две недели. Ольга, Рыцарь, Ирина Романова, Владимир Самченко, Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер. Могу добавить только, что опоздал Лешко со своими видеоэкскурсиями по парламенту. Его опередила сегодня компания Google, представила виртуальный тур по Раде. На туалетах там не зацикливались. Пользователи могут посмотреть на зал с главной трибуны, рассмотреть место работы депутата или прогуляться по куларам. Таким образом, Верховная Рада Украины присоединилась к открытым парламентам мира. Точно так же интернет-пользователи могут побывать в Конгрессе США или израильском Кнессете. Самопомощи, как мы уже сказали, в Раде сегодня не было. Они отправились на Донбасс поддерживать блокаду. При этом глава парламентской фракции комментировать что-либо с журналистом уже на месте отказался. Тем временем, с момента введения чрезвычайных мер в энергетике, тепловые электростанции сократили потребление антрацита уже вдвое. Об этом сообщили в Укрэнерго. Хотя в компании уверяют, что отопительный сезон закончится все же без сюрпризов. За счет атомной энергии. Но и ее запасы не безграничны. Мы гарантованно сможем пройти последний зимовый период и до закінчения опаливального сезона без обмежений споживачів, без отключений. В разе, если не будет решено питание поставления вугиля, то в любом случае, рано или поздно, система может стыкнуться с дефицитом электричной энергии. А дело за мэра Херсона и депутата Горсовета от самопомичи Аркадия Подлеснова генпрокуратура передала в суд. Чиновника поймали на горячем при получении взятки еще в сентябре. Он требовал у предпринимателя откат за подряд на проведение ремонта в жилых домах. Кирилл Ющишин подробнее. Заместителя мэра Херсона Аркадия Подлеснова задержали 29 сентября прошлого года. В тот же день следователи генпрокуратуры и СБУ взяли и его подельника, еще одного представителя местной власти, руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства Виктора Трамбовецкого. Они, по мнению следствия, организовали коррупционную схему. Брали деньги с частных предприятий в обмен на бюджетные подряды. В качестве откатов требовали 15% от суммы сделки. Задержали Подлеснова и Трамбовецкого, когда им передали вторую часть очередной взятки 45 тысяч гривен. Чиновников взяли под стражу, но через несколько дней отпустили из СИЗО под домашний арест. Аркадий Подлесный, помимо прочего, еще и депутат Херсонского городского совета от партии «Самопомич». Будучи под следствием, он продолжал ходить на сессии, голосовать. О том, что генпрокуратура закончила расследование и передала дело в суд, как уверяет обвиняемый, ему не сообщили. Второй обвиняемый Виктор Трамбовецкий, по данным Херсонских СМИ, свою вину признал и сотрудничал со следствием. Рассмотрение дела в суде должно начаться уже в ближайшее время. Подлесному и Трамбовецкому грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер Херсон. Где деньги? Несмотря на недавнее заявление главы Нацбанка о том, что меморандум с МВФ вот-вот подпишут, а транш уже на подходе, сегодня выяснилось, что документ еще даже не готов. По крайней мере, так утверждает вице-премьер Павел Розенко. По его словам, дискуссии продолжаются, в том числе и вокруг пенсионной реформы. Но какой именно пункт, пенсионный возраст, стаж, норма о работающих пенсионерах стал камнем преткновения, Розенко умолчал. Конкретики услышать от него не удалось. Наше завдание – побудовать сучасную, справедливую пенсионную систему. И, безумовно, на обмеженный прав або пенсионеров, або работающих граждан, мы, безумовно, не пойдем. Процесс идет дискуссии, где я знаю, что министр финансов в Украине должен лететь в США для проведения переговоров. Так все же, когда состоится визит? Будет ли он? И правда ли, что текст меморандума все еще не согласован? С этими вопросами мы днем обратились в Министерство финансов. Давать комментарии там отказались. Ну, я надеюсь, что ответы на наши вопросы услышу от замминистра финансов. Уже скоро он будет гостем программы «Черное зеркало». Один военный в зоне АТО, один военный погиб, пятеро получили ранения. Обострилась ситуация в районе Авдеевки. По украинским позициям боевики ведут огонь из тяжелых орудий. В самом же городе снова перебои с водой. Из-за ночного обстрела остановилась Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает водой и подконтрольную Авдеевку, и оккупированную Ясиновату, а также часть Донецка. Подробнее о нашем материале. Блиндаж, заходим, заходим. Это, ну, скорее всего, 82 миллиметра или СПГ. Чтобы противник не подошел к позициям военных, им приходится отвечать. Оружие из списка, разрешенного минскими соглашениями. Сами видели, да? Мы не начинали первое. Уже которую неделю боевики не прячут, применяют тяжелое вооружение. Из минометов бьют средь бела дня. За последние сутки под оккупированной Горловкой арминцам удалось предотвратить попытку штурма. Вовремя зафиксировали, как противник группируется и готовится к атаке. Были прицельно, прям по позиции, а в непосредственной близости все рвалось. Прилетело порядка больше 100 мин запрещенного калибра 122. Это у нас 120 мин. Получается, такие подарочки нам пролетают. Когда начался минометный обстрел, они начали группироваться в районе школы. Скупчение техники, живой силы нам передавали с других постов, что сейчас будет начинаться прорыв. Не прекращаются обстрелы днем и в районе Авдеевки. Бьют в основном по промзоне и передовым позициям военных. Во время ночного обстрела снаряды попали и по Донецкой фильтровальной станции. 8 мин разорвались возле админздания, где в бомбоубежище прятались сотрудники. Одна из мин перебила хлоропровод. Его вовремя перекрыли, поэтому удалось предотвратить утечку. Но все равно станция остановилась, сотрудников эвакуировали. Остановлена Донецкая фильтровальная станция из-за непрекращающихся там боевых действий и повреждения самой станции. Будем надеяться на лучшее, что обстрелы прекратятся. Резервов хватит всего на четверо суток, а пока воду подают в Авдеевку по часам, ДФС снабжает живительной влагой и оккупированную Ясиновату и часть Донецка. В ОБСЕ отреагировали достаточно резко. Глава миссии назвал обстрел Донецкой фильтровальной станции демонстрацией полного пренебрежения к человеческой жизни и призвал прекратить огонь. А также предоставить возможность патрулям ОБСЕ попасть на территорию объекта. Ирина Баглагина, Девивденко, Вадим Ревун из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Канцлер Австрии призвал пересмотреть санкции против России. В интервью изданию Bloomberg Кристиан Керн заявил, что ограничения наносят большой урон экономике Евросоюза. При этом утвердительно ответил на вопрос о возможности частичного снятия санкций. Главное условие выполнения России и пунктов Минских соглашений. Тем временем глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что до 2020 года Евросоюз расширяться не будет, так как ни одна из стран-кандидатов не отвечает критериям. Спецсредства для разгона Евромайдана купили в России, причем уже во время революции достоинства. По данным следователей Генпрокуратуры, МВД приобрело у Москвы гранаты белого дыма, ручные, аэрозольные и светошумовые гранаты. Это подтверждают документы МВД тех времен. Суд разрешил их изъять. По этому эпизоду уже предъявлено подозрение беглому премьеру Азарову, министру внутренних дел Захарченко и его замом Ротушняку и лекарю, грозит им до 12 лет тюрьмы. Международный инвестбанк арестовал более 300 миллионов гривен, которые находятся на счетах старшего сына Януковича. Об этом сообщают на сайте ФИН-учреждения. Поступление средств по признанию МИП стало неожиданностью, поскольку ранее с администрацией не согласовывалось. Напомню, месяц назад Печерский райсуд установил, что эту сумму в январе 2017-го на счета банка перечислили четверо людей. Но фактическим собственником средств является владелец Всеукраинского банка развития, то есть Александр Янукович, который тоже в списке тех, против кого Совет ЕС применил санкции, в частности замораживание активов. В Европе новый коррупционный скандал. На сей раз под прицелом бывший глава Европарламента, а ныне кандидат в канцлеры Германии Мартин Шульц. В чем обвиняют политика, подробнее Елена Зорина. Махинации с деньгами Европарламента. Похоже, главный конкурент Ангелы Меркель на предстоящих выборах в Германии вляпался в серьезный скандал. Обвинение в адрес Мартина Шульца пока только на словах. В интервью одному из немецких изданий Инге Гресли, председатель комитета Европарламента, по контролю за бюджетом поведала о сомнительных повышениях и необоснованных вознаграждениях в бытность Шульца. В частности, о премиях до двух с лишним тысяч евро, когда они не должны были превышать 500. В обвинениях среди прочих сотрудников фигурирует пресс-аташе, политика и менеджер его нынешней избирательной компании Маркус Энгельс. Гресли утверждает, якобы уже в первый рабочий день Шульц определил местом работы своего пресс-аташе город Брюссель, хотя на самом деле тот находился в Берлине. А позже, по документам, именно в этот город Энгельсой отправил длительную командировку, за что он получал всевозможные надбавки и неплохие командировочные. Комитет уже направил запрос в управление по делам Европарламента, чтобы там пояснили ситуацию. Ответ ждут в начале марта, пока нарушений не нашли. Также стали изучать информацию в Европейском бюро по борьбе с мошенничеством. И в случае чего здесь готовы начать расследование. Сам Мартин Шульц коррупционные обвинения в свой адрес пока не комментирует. В стенах Европарламента он провел более 20 лет. Сначала как депутат, а последние 5 лет возглавлял его. Президентское кресло покинул совсем недавно и вступил в политическую борьбу на предстоящих выборах в Германии. Шульц, по данным соцопросов, опережает Ангелу Меркель. Но, очевидно, этот скандал повлияет на рейтинги социал-демократа. Возможно, даже внесет существенные изменения в таблицу фаворитов немецкой гонки. Из Брюсселя Елена Зурина, Иван Гермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Известный украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ заявил, что попытки его задержания по запросам США и Испании часть компаний по его политическому преследованию. Сегодня земельный суд Вены решил, оснований для содержания бизнесмена под стражей нет. И тем самым отклонил ходатайство прокуратуры в рамках дела об экстрадиции в США. Ранее в четверг земельный суд отклонил такое же ходатайство по запросу Испании. Дмитрий Фирташ уже прокомментировал свое освобождение. Я удовлетворен решением суда. Находясь на свободе, я смогу построить качественную защиту дальнейшую. Все, что происходило со вторника, одно задержание, другое задержание, это никого не оставило сомнений по поводу того, что это политическое преследование меня. Я говорил, что я не виноват, я не нарушал никакого закона. И я здесь, находясь в Австрии, докажу свою правоту. Продолжаем подробности. Вот что узнаете из второй части выпуска. Героиня парковки. В Киеве разгорелся нешуточный скандал между судьей и патрульной полицией. Варварская реконструкция. Как во Львове архитектурные памятники кувалдами ректуют. Средневековые пыточные на Буковине. Условия содержания подсудимых в Черновицкой области шокировали правозащитников. Кому закон не писан? Скандал с задержанием судьи Соломенского райсуда столицы набирает обороты. Спустя 4 дня после конфликта на это публично отреагировала полиция. Правда в фейсбуке. Патрульные могут понести даже уголовную ответственность. Об этом написал начальник департамента патрульной полиции Евгений Жуков. Он беспокоится, что судить их могут все те же друзья коллеги Китюк. Полицейских сейчас отстранили от работы, проводят служебную проверку. Жуков также сообщил подробности конфликта и даже выложил фрагменты видео с регистраторов патрульных. По его словам, 21 февраля посреди узкой улицы припарковался автомобиль и заблокировал проезд другим машинам. На просьбу водителей и правоохранителей перепарковаться, женщина за рулем ответила, что водитель не она и ждет мужа. Предъявить документы патрульным отказалась. Когда попыталась уйти, полицейские надели на нее наручники и посадили в машину, утверждает Жуков. Вот фрагменты видео с регистратора. Вы подвините, если вы так и будете стоять. Назад сдайте, у вас место сзади есть, вы еще не видите? Я сейчас садиму с ручника, у меня машина лопнется вперед. Куда назад сдать? Предъявите ваше водительское удостоверение. Водительское удостоверение предъявляет водитель. Вы кто? Водитель. Встаете с вами, я сейчас с 3 утра делаю. Садиму, в вашей сумме. Молодой чехолик, отойдите. Документы предъявите, пожалуйста. Вы не имеете права. Документы, пожалуйста, предъявите. Режим ушел, а нещебоды за 8 тысяч гривен. У судьи, напомню, своя версия, на которую ссылался в своем обращении к полиции и советсуде. Там утверждают, что на Китюк без объяснения причин надели наручники, когда она подошла к своему авто и силой пытались усадить полицейскую машину. У Китюк уже есть заключение судмедэксперта о легких телесных повреждениях. Разбираться в этом будет генпрокуратура, куда полиция уже передала все видео с регистраторов патрульных. Варварская реконструкция. Во Львове архитектурные памятники спасают кувалдами. Вскоре туристы могут не увидеть старинные сооружения в центре города. Галина Якушко о горе-реставраторах. Это улица Ивана Франко в центральной части города. Эти дома построены еще в 19 веке. На фасаде растительные орнаменты. И, как уверяют историки, такая лепнина в стиле сецессии уникальна. А вот так относятся к образцам уникальной архитектуры львовские коммунальщики. Кувалдой сбивают лепнину со стены. Вы просто будете за это отвечать. Вы так не проводите архитектурных памятников. А бы лучше, чтобы людей не разбило ворот. А бы лучше в час наробить ремонт. О намерениях расчистить молотом фасад здания жителей дома не предупреждали. Видео с работой коммунальщиков жительницы дома Марии показали мы. Женщина вышла на улицу оценить потери. Там квиточки. Квиточки мают будут. Видите, такие самые, как над этим веком. Видите, тут такие хорошие. Да, звичайно, шкода. Не можно оставить в таком стане дом, который побудовали 100 лет назад, и он стоял. И тут взять и просто так поройнувать. Знатоки истории Львова утверждают, без сооружений на улице Ивана Франко город потеряет свой шарм. Треба было бы покликать архитекторов, реставраторов и задокументовать то, что они оббивают. Потому что эти элементы могут быть втрачены. То его уже восстановить будет надзвичайно сложно. И никто за это не возьмется. Как нам удалось узнать, на реставрацию исторических зданий из городской казны выделялось 17 миллионов гривен. На начале коммунального предприятия Снапковское слово реставрация понимает по-своему. В департаменте охраны исторической среды Львовского горсовета подтвердили, дом по улице Ивана Франко относится к памятникам архитектуры. Его, дескать, еще предстоит реставрировать. Но ни фотографии аварийного фасада, ни планы реставрационных работ подчиненные Андрея Садового нам не показали. А вот эти фотографии и материалы вы сможете мне в какой-то день показать? Фотографии можете пойти сделать и там нужно. А вы сделали? Ребил реставратор, который ходил на объект. Можно будет их увидеть? Ну, если вы сдержитесь с реставратором, то так. Полиция и варварские действия коммунальщиков и чиновников нарушением не считают. Исходя из этого, практически любое историческое здание во Львове под угрозой. Галина Якушко, Юрий Голубинко, подробности, телеканал Интер, Львов. Благодаря децентрализации местные бюджеты получили в прошлом году дополнительно 50 миллиардов гривен. Об этом заявил премьер-министр на конференции с представителями территориальных громад. Теперь пришло время для нового этапа, а именно секторальных реформ, уточнил Владимир Гройсман. Речь идет о развитии школ, создании госпитальных округов и улучшении инфраструктуры. Мы должны развивать местную экономику. И то, что мы с вами получили 4,7% взросления по грудню месяцу, по четвертому кварталу, это означает, что мы с вами получили сигнал от национальной экономики, чтобы она начала восстановиться и взрослать. Беспредел по-карпатски. У жителей высокогорных районов массово отбирают землю, благодаря которой гуцулы, не имея другой работы, могли хоть как-то прокормить свои семьи. Ситуацию разбирались наши корреспонденты. Высокогорные пастбища, или, как говорят гуцулы, полонины, верховини, простираются на сотни гектаров. На одной из них в селе Замагура семья Гаджук выпасает своих коров и делает знаменитую гуцульскую брынзу. Мы не на работе. Мы не имеем зарплаты, чтобы мы жили зарплатами. Мы сухого с худобой живем. 110 гектаров пастбищ семья арендует уже 30 лет. Ежегодно платили 1% от оценочной стоимости земли. Это зафиксировано в договорах с сельсоветом. Срок последнего стекает только в этом году. Но от людей потребовали платить больше. 14, 15, 16 рекций уже нам сказали 3% платить. Никаких нам документов не предъявили. То я сейчас так скажу, ага, коровка, давай мне больше молока, потому что податки нам держава наложила. Новая ставка оказалась непосильной для селян. За год это более 15 тысяч гривен. То есть половина годового заработка семьи. За два с половиной года накопилась задолженность. 40 тысяч. Прокуратура через суд пытается взыскать долг. Адвокат уверен, дело вовсе не в деньгах. А местные активисты рассказывают, за последние два года в Верховинском суде рассмотрели несколько аналогичных дел. Почему так происходит? По версии общественников, скоро здесь должны начать строительство международной трассы в Румынию. Земли могут отдать под постройку отелей, магазинов, кафе. Прокуратуре все опровергают. В 2014-м арендную ставку подняла Верховная Рада. После обращений местных депутатов, парламентарии снизили ее. Правда, лишь в прошлом месяце. Поэтому долги придется возвращать и забыть о полонинах. Ведь с должниками договоры расторгнут. Елена Митясова, Жанна Дучак, Зиновия Автонас. Подробности телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Безопасность журналистов – базовый стандарт свободных медиа. Круглый стол на эту тему прошел сегодня в Запорожье. Организаторами выступили Национальный союз журналистов Украины и офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Главная тема – как обезопасить работу журналистов. И что сделать, чтобы преступления против свободы слова не оставались безнаказанными. Ведь жертвой произвола может стать не только журналист, но и целая редакция. Как, например, ситуация с поджогом новостей на редакции телеканала Интер в сентябре прошлого года. Участники Круглого стало уверены. Только общий контроль расследования резонансных преступлений может дать положительный результат и заставить работать силовиков. Прошло достаточно времени для того, чтобы чётко силовые органы могли звитировать. Або в своей беспорядности расписывались. И мы сейчас снова говорим, что можно обговорить и дискутировать, и критиковать редакционную политику того или другого СМИ, но в одночасье брутально закликать до снищения редакции, до подпаля, то, конечно, это непрепустимо. Нужно не замалчивать эти вопросы, потому что со временем, конечно, есть тенденция, что те или иные проблемы замалчиваются. В этом отношении, конечно, важно, чтобы об этом говорили, а говорили не только в стране, говорили на разных площадках, как на международных, так и национальных. Судебное средневековье. В Черновицкой области разгорелся скандал. Местные адвокаты уверяют, в одном из районных судов подозреваемых держат в двухметровых металлических шкафах, пока те ожидают судебного заседания. Сами судьи все обвинения отрицают. Детали этой жуткой истории в сюжете Ольги Паламарюк. Этот металлический шкаф заметил адвокат Александр Мухов в Глыботском районном суде. Рассказывает, когда пришел на судебное заседание, его клиент как раз находился в комнате для подсудимых. Зайдя внутрь, адвокат ужаснулся. Они их туда привозят, сажают в шафу, и далее по одному вводят наверх в зал судовых заседаний. Судовое заседание отбилось, а бать в ящик. Наверное, два на метр. Ну, че е метр. Темнота, замкнутый простор. Ну, людина трошки с розумом заезжает. Александр уверяет, удерживать подсудимых в таком металлическом шкафу здесь обычная практика. Бывает, что в двухметровой камере без окон одновременно находится до девяти человек. А сам шкаф напоминает застенки времен Средневековья. Мешаться в ситуации попросили уполномоченного по правам человека. Уже на следующий день в райсуд прибыла проверка. Начали собирать доказательства. Вот эти шафы, они функционировали действительно, как примечения для подсудимых. Тому есть документальные подтверждения. Фактически, это можно расценивать помещение человека в таком шафе, как жестокий положитель. Сегодня о металлических шкафах напоминает разве что следы на стенах. Их срочно убрали с глаз подальше. Куда именно, председатель райсудан не говорит. Уверяет, шкафы эти не использовали много лет. Просто берегли их как раритет. В том, что история со шкафом вымысел, уверяет и в областном управлении судебной администрации. Мол, адвокат все выдумал, чтобы повлиять на ход дела. Скорее всего, что это надумание, какие-то думки, каких-то степ, потому что таких людей не могли бы пребывать в таких помещениях и в таких камерах. Наше переконание – это и провокация. Так удерживали или нет кого-то в шкафу? Правозащитники уже написали заявление в полицию. Даже обратились к президенту. Требует, чтобы он обратил внимание на факты жестокого обращения с подсудимыми. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности – телеканал Интер Черновцы. Правозащитникам международной организации Human Rights Watch отказали в разрешении на работу израильские власти. На территорию страны не пустили главу представительства в Израиле и Палестине Амара Шакира. Правозащитники действуют в интересах палестинской пропаганды. Так считают в Тель-Авиве. Кроме того, в МВД страны полагают, что Human Rights Watch – это не настоящая правозащитная группа. Правозащитники уже назвали такое решение израильских властей разочаровывающим. Масштабный теракт в Сирии. По последним данным, погибли 68 человек. Рано утром смертник подорвался на автомобиле рядом с КПП повстанцев возле города Эль-Баб на севере Сирии. Накануне силы оппозиции вместе с турецкими солдатами отбили город у боевиков исламского государства. Большинство погибших – мирные жители. Ответственность за взрыв уже взяли на себя исламисты из террористической группировки ИГИЛ. Иракская армия при поддержке авиации и международной коалиции возобновила наступление на город Масул, который все еще удерживает ИГИЛ. На этот раз военным удалось достичь стратегического успеха. О том, как идет битва за Иградский город, расскажет Сергей Ауслендер. Дела у террористов ИГИЛ идут неважно. Серия поражений в Сирии. Разгром в Эль-Бабе, который открыл турецким военным и сирийским повстанцам дорогу к Ракке, столице Халифата и, наконец, наступление иракской армии на Масул, которая развивается хоть и медленно, но вполне успешно. Очередная удача. Иракские части при поддержке авиации и международной коалиции захватили аэропорт города – ключевую точку, очень важную для дальнейшего продвижения. Сам аэропорт не пригоден для использования. Исламисты разрушили его практически полностью, но он позволяет контролировать южные подходы к Масулу. И таким образом военные блокируют боевикам возможность перебрасывать подкрепление. Наши силы контртеррористической службы и 9-й бронетанковой дивизии действуют в соответствии с планом. Полицейские силы продвинулись в сторону аэропорта, в то время как отряды контртеррористической службы в двух направлениях – в сторону базы Аль-Гозлани и в сторону районов Таль-Араян и Аль-Мамун. Сражение продолжается, и мы движемся вперед. Восточную часть Масула уже освободили. Теперь бои идут в западных предместьях. Армия продвигается очень медленно. За те годы, что ИГИЛ владел Масулом, террористы превратили его кварталы в настоящие крепости. Там военных поджидают фугасы, заминированные дома, автомобили со взрывчаткой, со смертниками за рулем, засады и разные прочие ловушки. Террористы также активно используют самодельные беспилотные аппараты, с которых сбрасывают на солдат бомбы. Несколько раз наступление приостанавливалось из-за больших потерь и плохой погоды, но потом всякий раз возобновлялось. Эксперты говорят, что судьба Масула в принципе решена. Рано или поздно иракская армия возьмет его. Вопрос только, какие потери при этом понесет международная коалиция, а также сколько погибнет мирных жителей, которых террористы продолжают удерживать в качестве живого щита. Сергей Услендер. Подробности. Ближневосточное бюро телеканала «Интер». 136 граждан Турции с диппаспортами попросили убежище в Германии. Речь идет о дипломатах, военных и членах их семей. Количество таких просьб выросло после того, как в июле 2016 в Турции произошла неудачная попытка военного переворота. В ответ Анкара призвала Германию не предоставлять убежище. Там считают, что из страны бежала группа военных, которая предположительно участвовала в попытке свержения Эрдогана. Сам же президент даже допустил проведение референдума о возвращении смертной казни в Турции. Активистка Фэмон едва не сорвала пресс-конференцию Марин Лепен. Кандидат в президенты Франции от ультраправых представляла свою внешнеполитическую программу, как вдруг выбежала полуобнаженная девушка. Она кричала «Марин притворяется феминисткой». Охранник схватил девушку, однако самостоятельно обуздать строптивую активистку ему не удалось. Поэтому на помощь пришли еще двое. После инцидента стало известно, что кандидат в президенты Лепен отказалась идти на допрос полиции по делу о финансовых махинациях. Ее адвокат уверяет, она ответит на все вопросы правоохранителя, но только после проведения выборов. Урожай на миллион. Дельцы Великобритании нашли необычное и, должен сказать, прибыльное применение заброшенному бомбоубежищу. Превратили его в ферму по выращиванию конопли. Подробности расскажет Светлана Чернецкая. Местная полиция отдает должное креативности злоумышленников. Лучшего места для незаконного бизнеса не найти. Бункер находится под землей в малозаселенной местности. Более того, попасть в сооружение без приглашения невозможно. На входе массивная дверь, которая выдерживает ядерный взрыв. К тому же закрывается изнутри. Полицейские даже и не пытались ее взломать, понимая тщетность усилий. Спецоперацию они провели в полночь. Дождались, когда трое бизнесменов выходили из бункера. Чилмаркское бомбоубежище построили в 80-е в разгар холодной войны, чтобы в случае ядерного удара защитить правительство и местных чиновников. 20 комнат на двух этажах преобразили до неузнаваемости. Заброшенные помещения переоборудовали в теплице и снабдили специальными лампами для культивации конопли. По приблизительным подсчетам, здесь более тысячи кустов марихуаны стоимостью миллион фунтов. И это точно не первый урожай предприимчивых фермеров. Кроме троих задержанных владельцев, внутри обнаружили еще троих садовников. Самому младшему всего 15. Судя по обстановке, люди не покидали бункер. И полиция подозревает, что их удерживали принудительно. Объемы производства и его техническое обустройство потрясло специалистов по борьбе с наркотиками. Впрочем, это уже не первый раз, когда заброшенные здания в Великобритании используют для выращивания конопли. В прошлом году урожаи поменьше нашли в здании старой школы в Бирминге. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Как можно заработать благодаря Мелании Трамп? Что значит жить мечтой по-венесуэльски? И где на планете находится кусочек Марса? Об этом и не только в нашем международном обзоре. Худшим лыжником в мире назвали 22-летнего Адриана Солана из Венесуэлы. Все из-за его выступления на чемпионате мира в Финляндии. Венесуэлец падал на ровном месте, неуклюже взбирался на гору, с дистанции сошел, не одолев и 6 километров. Оказалось, он впервые катался по снегу. До этого тренировался на роликах. Несмотря на неудачу, Солана намерен бороться и дальше. Чтобы поддержать парня, всего за два дня на благотворительном сервисе GoFumbi для него собрали 3000 евро. А вот мэра Кишинева Дарина Киртуаке назвали грязнули года. Об этом на заседании муниципального совета объявили депутаты-оппозиционеры. Сомнительный титул тут же подкрепили кубком, который перед этим наполнили грязью. Дескать, горожане недовольны. За те 10 лет, которые Киртуаке руководит городом, Кишинев буквально утопает в грязи. Чиновник оправдывается, в бюджете нет денег, а в администрации Кишинева процветает коррупция. На Земле нашли аналог марсианской пустыни. По крайней мере, так утверждают чилийские ученые. По их мнению, климат Красной планеты наиболее схож с условиями жизни в пустыне Атакама на севере Чили. В самой сухой пустыне Земли дождей не было уже 400 лет. Недавно ученые обнаружили там бактерии, способные выживать без воды. В Чили уверены, их находка даст ключ к разгадке жизни на Марсе. Новые теории уже заинтересовались в НАСА и уже в следующем месяце отправят в Атакаму своих экспертов. Благодаря схожести с первой леди США, уроженка Израиля Мира Цур переживает новый взлет в карьере. 45-летняя модель уже давно живет в Майами. На ее сходство с Миланией Трамп обратил внимание друг-фотограф. Добавил грима и сделал несколько снимков. С тех пор от различных агентств нет отбоя. За каждый выход в образе Милани модель получает гонорар 3000 долларов. Неудивительно, что теперь Мира Цур без ума от семьи нового президента. Что такое преследовать добычу, решили напомнить уссурийским тиграм китайские зоологи. Запустили в одном из зоопарков беспилотники. Дескать, тамошние хищники растолстели и разленились. Ведь для того, чтобы получать еду, им не нужно больше напрягаться. Правда, в погоне за беспилотником один из тигров ухитрился все-таки его поймать. И собирался проглотить добычу вместе с сородичами. Но дрон стал сильно дымить. И хищникам пришлось ретироваться. Оскар по-новому. В Лос-Анджелесе на финишную прямую выходит подготовка к грандиозной киноцеремонии. На какие новшества отважились ее организаторы? Об этом Дмитрий Анопченко. Он следит за событиями в Калифорнии. Это не Берлин, не Венеция и даже не Каны, где организаторы тамошних крупных кинофестивалей с разной степенью легкости, но все же решались на инновации и перемены. Оскаровская киноакадемия за традиции держалась до последнего. И только сейчас поняла, что жизнь в Соединенных Штатах меняется так стремительно, что не изменять саму церемонию, это все равно, что пытаться продать зрителям билеты на прошлогодний фильм. И самое главное новшество. Знаменитую статуэтку теперь изготавливают с использованием 3D-принтера. Киноакадемия призналась. Десятилетиями Оскары делали на старейшей фабрике в Чикаго исключительно вручную. Каждая награда была уникальной. А сейчас формы для фигурок штампует компьютер. Затем статуэтки покрывают 24-каратным золотом, но все они теперь идентичны. Разнятся только табличками с именами номинантов. Победителям во время трансляции вручают фигурки без надписи и отбирают сразу же за кулисами, чтобы потом отдать уже подписанных Оскаров. Еще среди голливудских новшеств подарки победителям решили сделать подешевле. Бюджет на проведение, наоборот, раздули, минимум 40 миллионов долларов потратят, из которых 250 тысяч уйдут на безопасность. Что не меняется, так это кулинарная часть программы знаменитый шеф-повар Вольфганг Пак, уже которое десятилетие, кормит звездных участников Оскара. И прекрасно знает их вкусы, не только гастрономические, но и политические тоже. На кухне полным ходом готовят звездные деликатесы. Под одной крышей собрали невероятную команду. 300 поваров и 600 официантов. И все, чтобы никто из приглашенных не остался голодным. Шеф-повар обязан знать предпочтения всех без исключения знаменитостей, приглашенных в этом году. Джулия Робертс не выносит даже запах мяса. Мэрайя Керри ест только фиолетовые продукты. Джонни Депп требует любую еду полить чесноком. Все это известно, но куда сложнее теперь угодить вкусам политическим. Многие актеры поддерживали вовсе не Трампа. Поэтому из меню убрали любимый десерт нового президента. Вишнево-ванильное мороженое. А еще постараются за столами разместить отдельно. Тех, кто поддерживал демократов. И тех, кто был за республиканцев. Чтоб церемонию скандалом не испортить. Так что без политики в этом году не обойдется. Хоть это и не было принято. Но штат, в котором так много иммигрантов, штат, который голосовал за Клинтон, до сих пор бурлит. Вот почему президент Трамп признался своему окружению, что не будет в этом году смотреть церемонию Оскара по телевизору. В Белом доме просто опасаются, что актеры, получая награду, в прямом эфире скажут что-то неприятное. Ну а потом придется комментировать. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Американское бюро телеканала «Интер». Такими были подробности этого дня. Вы же помните, я с вами не прощаюсь. Через несколько минут начинаем политическое ток-шоу «Черное зеркало». «Интер» 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 Продолжение следует...